Футбольные баталии позади. Шесть игр в Сочи прогремели на весь мир. Круглосуточная работа всех служб города обеспечила безопасный и комфортный отдых для тысяч туристов. А последний матч не только для нашей сборной, но и для курорта вообще побил рекорд пассажирского потока Олимпиады здесь же в 2014 году. Только за одни сутки автобусами, электричками и самолетами в Сочи добрались почти 80 тысяч болельщиков. Многим из них настолько полюбилось здешнее солнце и галька, что пришлось сдавать билеты домой. Мы приехали на этот матч из Ярославля. Купили билеты в сентябре, мы заказали билеты в сентябре. Вы представляете, на 1-4 мы попали именно на матч Россия. И вот просто на этом замечательном городе мы остались отдыхать. Это самый-самый лучший курорт в России. Каждый матч как экзамен для организаторов. На входе в стадионе Фишт в дни матча людей встречали больше 800 охранников. По всему периметру поля за болельщиками наблюдали больше тысячи стюардов. Кроме них за нарушениями следили больше 2000 камер, 100 из них с системой распознавания лиц. Это значит, что оператору можно было сделать пару кликов мышкой и узнать личность нарушителя. Эта работа была спрятана от глаз отдыхающих. Улицы города-курорта буквально гудели и пестрили национальными флагами государств всего мира. Доказали всему миру, что футбол – это не только управление и владение мячом. Футбол – это состояние души. Фестивали болельщиков и футбольные схватки буквально перекроили режим работы всех экстренных служб города. Региональная команда наладила грамотное разведение потоков фанатов и туристов. 70 пар поездов усилили дорожную систему Сочи. Ласточки курсировали до поздней ночи, если игры задерживались, допустим, из-за серии пенальти. Держали руку на пульсе и медики. За последний месяц они помогли почти больше тысячи гостям и горожанам. Полицейские, волонтеры, работники транспорта и сферы ЖКХ не спали сутками. Сейчас можно выдохнуть спокойно. Уже все позади. У нас слезы, конечно, не сдерживаются. Спасибо всем, кто здесь был, кто готовил. Мы все единая команда, все целые. И мы сделали это. Чемпионат мира по футболу на Кубани завершился без единого нарекания. Высокую оценку организаторам поставили не только наши болельщики и спортсмены, но и зарубежные гости. За месяц в Мундиале почти полмиллиона путешественников посетили курорт, пятая часть из которых – иностранцы. Комфорт и инфраструктура Сочи покорили всех зрителей чемпионата. И город в очередной раз доказал такие нагрузки ему по плечу. Все это результат слаженной работы каждого причастного к Мундиалю, уверен Вениамин Кондратьев. Сегодня глава Кубани встретился с представителями служб, следящих за жизнеобеспечением стадиона и поблагодарил их за высокий уровень проведения матчей. Я хочу поблагодарить вас за эту работу. Это оценка сегодня в целом всех, кто побывал на этапах Чемпионата мира по футболу в Сочи. Это их высокая оценка, коллеги, вашей работы. И если говорить объективно, конечно, здесь сложно выделить какую-то группу специалистов, руководителей, которые сделали больше, а кто-то сделал меньше. Здесь, начиная от волонтера, заканчивая специалистами в различных отраслях и руководителями проектов, в том числе и каких-то команд, мы все сработали на высокий балл. Вы – часть истории. Вы – часть великой России. И ваш труд является сегодня гордостью нашей страны. Потому что весь мир аплодировал, на каком уровне прошли матчи на стадионе «Фишт». И какой сам красивейший стадион «Фишт». За этот период проделано, конечно, всеми здесь сидящими колоссальный объем работы. Просто колоссальнейший объем работы. Все, Венимович, за этот период работали просто в круглосуточном режиме. Никто не думал об отдыхе. Все было нацелено на то, чтобы выполнить задачу. Еще одна амбициозная и масштабная задача позади. Подготовка к шести главным матчам началась сразу после того, как прогремели фанфары Олимпиады. «Фишт» нужно было переделать под стандарты FIFA. Для этого с территории вывезли больше 14 тысяч тонн металла, а в газоне выложили 34 километров труб. Зарубежные партнеры остались довольны. Рекомендуют максимально задействовать эту площадку в будущем. У Краснодарского края и у Сочи в том числе есть так называемый дух. Мы можем сделать это. И весь мир это ощутил. Теперь вам необходимо думать о том, как двигаться вперед, как представлять Краснодарский край в будущем и что делать с наследием после мероприятия, которое прошло. Позади месяц плотной работы властей региона и представителей FIFA. Ежедневные планерки, организация игр, пресс-конференции. Однако после такой работы иностранцы хотят вернуться в Сочи. Пусть даже не по работе. К тому же нужно еще поупражняться в русском языке. Спасибо всеми Краснодарскому краю. Инна Чайко, Алексей Комаров и Денис Москаленко. Кубань, 24, Сочи.